Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 28 февраля, и своеменина в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых. Михаила, Иоанна, Симеона, Петра, Николая, Алексея, Софии. Мир и благословение Божие, да пребывают с вами, дорогие именинники. Радости вам и мира от Духи Святого. Сегодня также Святая Церковь совершает память святого апостола Анисима. Был он одним из 70 святых апостолов, рабом Филимона, человека богатого, знатного в городе Колоссы, что в Афрегии. Но чем-то не угодил своему господину и убежал в Рим, где услышал евангельскую проповедь из уст апостола Павла и крестился. А так как апостол Павел еще раньше и Филимона привел к правой вере, то и помирил он этих двух, Филимона и Анисима, господина Ираба, написав отдельное послание к Филимону. Одно из наиболее трогательных письменных свидетельств, вообще существующих в Священном Писании. «Прошу тебя, — пишет апостол Павел Филимону, — о сыне моем Анисиме, которого родил я в узах моих. Ибо, может быть, он для того на время отлучился, чтобы тебе принять его навсегда, не как уже раба, но выше раба, брата возлюбленного». Тронутый этим посланием, Филимон и вправду принял Анисима как брата, освободив его от рабства. Впоследствии Анисим самими апостолами был рукоположен во епископа и по смерти апостола Тимофея принял Ефесскую кафедру. Это видно из послания священномучника Игнатия Богоносца. В пору гонения, воздвигнутого Трояном, Анисим, уже в летах преклонных, был схвачен и приведен в Рим. Здесь он давал ответ перед судьей Тертулом, был ввержен в темницу и, наконец, усечен мечом. Одна богатая женщина, взяв его тело, положила его в серебряный ковчег и честно погремла в 109 году. Из сегодняшней истории, дорогие мои братья и сестры, мы видим, что обретение спасения возможно в любых условиях, в любом состоянии, при любой работе. Очень часто человек в своем нерадении пытается оправдаться тем, что вот у него там большая семья, и он вынужден на трех работах работать, и вот ему никак ни к молитве, ни к храму, ни к исповеди нет возможности поготовиться. Уж там Евангелие почитать, это вообще запредельная какая-то сложность, величина. Конечно, Анисим был рабом, наверное, положение рабов, ну, у разных господ оно, конечно, было разное, но все равно человек денно-ночно работал, никакой личной жизни. И, тем не менее, его душа в этом состоянии приобрела определенные качества, что Господь ему открыл себя, дав возможность встретиться со своим избранником, учеником и апостолом, святым Павлом. Далеко не каждый человек имеет такую величайшую милость от Бога, как крещение от первоверховного апостола. Дело в том, что духовный закон, принцип он такой, подобное тянется к подобному. И человек, который обретает Бога, для этого должен уже внутри себя иметь некоторые предпосылки. Или должен совершить определенную внутреннюю работу, чтобы его душа услышала, увидела, захотела, последовала за Христом. И для воспитания нашей души Господь в жизни устраивает именно те обстоятельства, в которых человек оптимально может достигнуть правильного духовного устроения. Очень многие люди на вопрос, чего бы вы в жизни больше всего хотели, отвечают, хотели бы быть счастливыми, хотели бы быть любимыми, чтобы здоровье было, чтобы все в жизни было хорошо. Но все вот это перечисленное выше, это же определенные Божьи дары. Невозможно же любовь заработать или купить. То, что покупается, не только пошло за деньги, а за знаки внимания, за перспективную возможность жить в комфорте и в роскоши, это ведь совсем не любовь. Это другими словами называется. А любовь-то дар. Дар одного другому, бескорыстно и самоотверженно. И для того, чтобы научиться дарить, необходимо, по мысли старца Паисия Святогорца, всем я вам очень желаю, чтобы вы почитали труды этого удивительного подвижника Афонской горы, нашего современника, под каждым его словом хочется подписаться, что в его словах правда жизни. Он не теоретизирует, он говорит истину. И вот в одной из своих книг он пишет, что самая главная движущая сила жизни это жертвенность, дух жертвенности и самоотверженности, мужества и отвага, которые всегда приветствует Господь и которые всегда Господь вознаграждает. И дальше старец рассказывает о себе несколько историй, как Господь его учил этой жертвенности во время ну это у нас она Великая Отечественная война, а там, наверное, правильно сказать, Вторая мировая война, когда греческий народ воевал с фашистской Италией. И старец Паисий рассказывал потрясающие истории, где он абсолютно отвергался себя, рискуя жизнью за других людей. Был готов каждый день умереть, а Господь напротив сохранял жизнь. И так очень часто бывает, что человек пытается выгадать что-то для себя, найти теплое место под солнцем, а у Бога совершенно обратная реакция, ну потому что эгоизм и себя любие, оно ведь не может быть поддержано и поощрено. И вот как-то, я говорю, для себя выкопал маленький окопик, ну такой, что вот еле-еле за него укрыться. Прибежал один солдат и говорит, пусти меня, потом второй. И вот он двух пустил, а сам оказался наружу. И говорит, осколок пролетел над ним, зацепив его голову. Он-то думал, что ранение, но потрогал, крови нет, ну только волосы немножко срезаны. Господь хранит. а другой солдатик, как средство защиты от пуль, носил с собой какую-то каменную плиту. Вот он ее оставил, побежал исполнять приказ, а другой, ну, решив воспользоваться тем, что, ну, ему-то пригодится, тот-то убежал, схватил эту плиту, и как только он за нее спрятался, в это же место пролетела мина. Даже мокрого места не осталось. И вот этот дух самоотвержения, жертвенности, это путь к счастью человека, потому что Господь очень любит тех, кто готов ради ближнего отвергнуться себя и кто готов свою жизнь полагать. Может быть, даже не в прямом смысле, как на войне, а так понемножечку, но каждый день свою жизнь полагать за ближних своих, уступая место в очереди, может быть, даже в автомобильном движении, потому что всегда же хочется протиснуться вперед, а так, чтобы уступить, сказать, ну, пожалуйста, а еще потом и как-то не наказать человека, это редкое явление. Попытаться за другого сделать то, что, ну, как бы ты не обязан сделать, это тоже проявление жертвенности, а через это Господь дарует человеку любовь в сердце, настоящую, истинную, божественную. Вот, дай Бог нам всем услышать этот призыв в старца Паисия о главном в жизни, через что человек уподобляется Христу, и начать прямо с сегодняшнего дня пытаться в своей жизни этот призыв исполнять. Помогай нам всем, Господь. Субтитры